Бои нас диаспианцы. Ядерный рассвет вновь зряет ваш экран, а это значит, что мы продолжаем раздавать неиллюзорность, не успеет мост лунтать, поэтому усадьтесь поудобно, берите мышечки и делайте громче. Сегодня будет жара. Поехали. Ну что ж, у нас сегодня на очереди типа испанец, типа американец, хер его пойми, на ламборгини голландо. Кольцо и истреблятель. Бля, почему они ездят всегда по две гонки? Мать их... Меня это уже начинает калить. И кстати, заметили? Я качественно настроил звук. Из-за чего звучит? Это говно теперь крайне охренело. Но это еще не самое вкусное. Потому что самое вкусное будет то же, когда мне приедет пиздатый студийный микрофон. И вот тогда-то мы и раздать им неиллюзорность. Пока мы смотрим, как это говно неизвестной национальности разъебывает все, что шевелится. Под капотом все стороны. Отладано как на выставке. И летает как на выставке. Ну ладно, посмотрим, что он сможет противопоставить вот этой вот британской зверюге. DB9 VS Gallardo. Заводи моторы. 3, 2, 1, GO! Перфект мадапфокин старт. Ладно. Бля, что-то как-то галардец начал сдавать позиции. А нет, он только и ждал, пока я косикну. Два круга, говоришь, щенок. Ну окей, окей. Чего, блядь? Там ты ползешь или едешь. У-ху! Оказывается, тяжеленная масса около полутора тонн ведро. Еще и прыгать умею. Не поймете, ничего. Ладно. Продолжим. Навалит. Надо быть чуть-чуть компрессором поиграться, а то мой кашель и очень громкий мат, когда он у меня горит, могут давить зрителям на уши. Кстати, скажите, как насчет громкости и тому подобного говна? Потому что звук я вылизывал целых три часа. В частности, привел его к телевизионным стандартам. Ну и плюс немножко поигрался с эквализацией. Добавил окраски. Немножко поднял низкие частоты, при этом вырезав к херам весь шум. Короче говоря, должно быть прямо уцинеть. Заценить. И это при том, что это, по сути, дешевая гарнитура с Алиэкспресс за где-то тысячу, которые уже четыре сраных года. Но, если честно, если честно, видюшки с новым звуком, с качественным новым звуком, это с новым микрофоном, будут только в 2020. Как раз-таки мой вам подарок на Новый год. А? Как это ведро вообще едет? Я имею в виду, ламбар... Не знаю, как его обозвать. Ламба не едет. По крайней мере, по сравнению с Астом. Но, с другой стороны, уничтожать ментов на ней будет очень весело. Потому что клиновидная форма корпуса позволяет даже при ударе в среднюю часть ментовского заграждения, я имею в виду отдельную машину, даже при ударе в двери, если мы берем, ну, тот же Pontiac GTO, даже при ударе по дверям. Она позволяет поднимать машины. Такая же хрень, только помноженная на массу Астон Мартин. Есть с Ford GT, поэтому, блин, как по мне, вот это вот Ford GT, я имею в виду, это ведро, по-моему, лучший выбор для многочасовой раздачи людей. Конечно, мы попробуем заехать с ментами на Астон, потом, если выпьем, заедем на Галлард. Че, все, что ли? Опа. Пора пощелкать пальцами. Три, два, два. Всех ракам! Ладно. Давайте взлетать. Первая камера находится очень, кстати, далеко от старта, но вижу ее, в принципе, более-менее прилично. Куда лезешь? Ой. 196. Я так и думал, что он меня въебет. И прилично въебал, надо сказать. Ну, ничего, сейчас отыграю. Угу, отыграл. Разрыв 57 км в час не в мою пользу. Куёво. Откровенно, нахуево. Ну, кольцо я, конечно, проехал шикарно. Во много-то, ну, заслуга вот этой вот бриташки. Так, чё там по разрыву, скажите? Ну, мы все равно в районе полтинника. То есть, чтобы его конкретно так надрать, у меня надо двигаться в разы быстрее. Ну, тут, наверное, я надеюсь, должен зарешать в 12 или что там у него в 10 капотный стоит. 200 ровно. Так, он все еще первый, но разрыв, ну, блин, все равно в районе полтинника. Тут, конечно, галларда вне конкуренции. А вот тут уже веселее. Потому что на прямых Астон Мартин даст просраться чему угодно. О, а вот и бомбер. 280, как тебе такой, Илон Маск? Блядь. Один километр в час. Один! Чё, пошли по петелькам? Как раз прямо за петлями камера. Охуеть. Блин. Меня сейчас спасла только большая масса машины. Потому что... Иначе бы... Ну, в случае того же Кобальта. Вы помните, как я дико бомбил в первых сериях, когда катался на Кобальте и на Гольфе? Когда меня разбрасывало именно из-за того, что... При сбросе газа машина встает на два сраных колеса. И есть контакт. Суть чего, у меня есть 3 секунды. Кандикапа. Сейчас мы навернём кружок. Вот ты где. Блядь. Мне нравится, как они едут. 257. Даже касание с опорой не спасло его от поражения. Блин. Кстати говоря, я думал, поначалу, когда начал просирать, я думал, что это будет лютая габелла. Но, блядь, получил совсем наоборот. Саныч, да ты хорош. Не, Антон Саныч, ты охуенно. Ну-ка. 3, 2, 1, бах. Сука! 3, 2, 1, бах. Блядь. Ладно, хуй с ней с Галларда. В принципе, можно ебать всё, что шевелится. Уэсли Аллер. Вебстер. Нет, ну ты посмотри. Вчера никто и звать никак. А сегодня шестой номер в списке. Ну ты даёшь. Блин, вот кайф, небось. Давай ещё. Блядь, это круто. А, там же тюнячки подъехали, говорят, а? Так. Тунинг. Так. Премиум, это Ронни. Трансуха. Это Вебстер. Подвеса. Оба! 134 тонны, кстати. Нитра. Оба! Резиний. Так, уже стоит. Тормозня. Вебстер. Короче, трансуха и тормозня, это Вебстер. Хм. А, кстати, у нас все кузова открылись. Хуйня, хуйня, хуйня. Не, надо посмотреть. Блядь, какой уж уебищный зад. Так смотрится неплохо. Не, я просто не очень хочу набивать обратно рейтинг. Так, спойлера. Надо что-нибудь маленькое накатить. Не, все равно. Хуй с ним. Короче, хуй с ним со стейлингом. Он и так пизда-то выглядит. А изюйдер у нас должны были привезти Галларды и 911к РРС. Гаражируемся. И с уверенностью могу сказать, что развалюшену пора на покой. Посмотрим, что он предлагает Вебстер. 7 гонок, 4 пари, 3 ляма рейтинга. Ну, блядь, мы можем сделать только парижки, по сути. Так. 290. Бич, please! Сколько километров в час задним ходом? Как он такой, а? Где она тут стоит? А, она за перегибом дороги перед входом в тоннель. Так, 200 есть. Здесь главное не облажаться. Неа. Ладно, потом проедем. Так, дайте-ка пару гончиков скатаем для начала. 14 тысяч за каждую, не слабо. Чё, поистребляем? Поистребляем. Истреблядство. Как мне это нравится. Так, GTO? Ford GT? Нихуяся, чувак. Ну, а неужели, блядь, достойные тачки? А тут бедра, бедра. Ford GT? GTO? И, блядь, не вижу, что сзади, а? RX-7. Хе-хе-хе. Едем по аналу. В принципе, не кислого вываливаем. Ford Ditch вообще оторвался прям конкретно. Ну, да хуй на него. Камера в конце канала. Блядстве. 251 километр в час. А, нет, в принципе. Че, хорошо идем, однако, господа. Блин, просто 69-9 в плеере были. Вспомнилась. Вот почему, я не знаю, почему рокерам нравится вот эта сатанинская тематика. Queen's of Stone Age, сожгите ведьму. 69-9, гори, ведьма, гори. Еще я там что-то думал, короче, про ведьму. Ну, до хера таких приколов. 166, ну, блядь, из-за того, что меня понесло. И, в принципе, на этом перегибе было... Ну, мало реально поймать сколь-нибудь значимое... ...значение. Хуя, я еще сморозил. Ну, да ладно. Я же все равно снимаю без сценария. Иногда даже одним дублем, потому что срал я на это все дело. Я делаю больше для души. Как говорится, если меня буду смотреть, ахуя, не будут. Мне как бы до пизды, я все равно буду снимать. Ну, а вычерканье с какой-нибудь интересной камерой. Вдруг что-нибудь интересное получится. А, карточки немножко увеличиваются. Блядь, щит уронили. Сука, все равно коснулся. Почему-то всем, блядь, припедалило прыгнуть. Вполне возможно, что этот ролик вы увидите ближе к новому году. Хотя... На дворе все еще ноябрь и не капай снега. Все потому, что я снимаю дохуя роликов. Потом устраиваю себе ебучий отпуск. А потом с горящей жопой... Блядь, 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 надо ролик выпускать. А снять нечего, сука! Газу. Так, 272. Не, пацаны, вам пизда. Ну, я же сказал вам, пизда. Всем, всем, всем. Внимание, внимание, никакого внимания. Так, еще раз поистребляем. Короче, сейчас истребители залетим, а дальше посмотрим. Что там по хронометражу и так далее. Может быть, попробуем все-таки снять эту камеру. Чтобы нам потом парижки закрыть за одну погоню. Ну, мое любимое кольцо. Камера за перегибом, ну, как обычно. Здесь 54, ну, пля, ну, в принципе, нормас. Хотя мог и больше, если не коснуться бортом стены. Так, кто-то встретил трафик. Мама, ама, криминал. Блядь, вот. Что вас подвигло чувака взять такой криминал? 309. Охуенно. Охуенно. Вот просто охуенно. Так, сейчас камера будет за этой самой, как ее, блядь. За развязкой. Блядь, егучий случай, а? Разложил меня не слабо. Да шо, к тебе всю жизнь половой рефлейки смучил. Камера, опять-таки, за связкой. 269. Ля, утюг нормально так раздает, однако. Радует то, что я втемяшился в автоост не один. Фургоны уже меня очкуют. Ну, теперь просто ходу, ребятки. Потому что отрыв у нас более чем суровый. Интересно, а если бы скорость финиша тоже играла роль? Что бы получилось в итоге? Блин, хотел финишировать со скоростью выше 300. Прыг, нахуй. Второй канал, внимание. Несколько звонков... Внимание, внимание, никакого внимания. Ой, блядь. Ой, блядь. Максимальный. Ладно, попробуем не облажаться. И, в принципе, если что, попробуем затащить, уйти за 2 минуты. Но на четвертом уровне угара это будет реально плохо. Особенно учитывая ветродуйку. Да и камер плотно расставлены. По-моему, устребляйте ли это такая гонка, где надо ехать максимально грязно. В плане касаний, препятствий и тому подобного дерьмища. Так, 180. Блядь, маловато я мог больше. 227. Блядь, нормас. За петлями камера. Так. Обходим. Обходи, обходи, это шелупой. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы пройти СГМ? То есть, мод на зов Припяти. Ну, окей. По-моему, был бы пиздатель. Единственное, что серии могут стереться, поскольку я могу спокойно потеряться в игре на 3-4 часа. А это, блядь, и дверь. Так, нужно к широкой дуге заходить, чтобы потерять как можно меньше скорости. Ну да, тут уже кто техничнее прошел поворот, того и тапки. А трыб маленький, один с Камычи. Поэтому гнать надо, я ебал. 242. Блядь, уже неплохо. Надо нагонять, потому что финиш скоро. Если я немножко налажаю, это будет больно. Странно, что за нами никто не погнался. Сука! Ну, сука, нет. Попробуем еще разок. Я так думаю, что это устреблять не будет горячим. Ты, кстати, заметил, насколько я стал лучше ездить. Это первая серия сзади, отснятая мы. И, блядь, получается довольно бодро. 187. Так, отрывчик какой-нибудь какой создался. Ближайшего 9 Камычи. Блядь, все так быстро мелькает. Попробуем. Попробуем. 223. Так, минус 2 Камычи. Хуево. Вам посмотрим, что покажет камера на петлях. 2-6-2. Ну вот, уже больше похоже на правду. Где-то 15 Камычи. Нормаст. Не люблю проезжать повстречную. Но, походу, придется. 200 км ровно. Без одного Камычи. Так, сколько там нагонять? Ух ты, шьёпка. 3-х километров в час. 245. Ништяк. Ну, сейчас просто ходу и не дать уродам проскочить вперед себя. Есть контакт. Ачивка получена. Финишировать на скорости свыше трех сотен. Так, что там еще? Так, три гонки у нас уже есть. Так. Секундомер, который невъебенно длинный. Но всего с двумя чекпоинтами. Еще один секундомер, на котором раз, два, три, четыре, пять чекпоинтов. И здесь. Раз, два, три. Не, в пизду секундомеры. А нам надо заехать. Ну, получается так, что у нас еще на выбор. Два спринта, ринг и выбывание. 166 тысяч. Блядь, они хумские, однако. Ну да ладно. Короче, пока прекращаем думать. Пари. И, кого порой-то-то. Заедем, наверное, к камеру. На этом будем заканчивать. Ну вот, лишние 100 километров в час. Теперь главное не обдрестаться на ровном месте. Там было одно не очень удачное касание. Чуть-чуть не хватило. Вот, сука. Ладно, попробуем с другой стороны. Прогнать все это дело. Ебаный Париж. Ну и принашь себе у него вымыс. Интересно, как у него раскидан момент Парся. Так, ну и теперь просто. И есть контакт 295. Два, ладно. Сойдет весело. Господи, да это же просто охуенчик. Фух. На этой позитивной ноте я предпочту закончить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok